Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Члены общественной палаты муниципалитета инициировали рейд по проверке работы точек летней торговли. Общественная палата Ленинского городского округа. Хотели бы, соответственно, с вами пообщаться с точки зрения существуемой в вашем деятельности. Расскажем о проекте видное за раздельный сбор отходов. Но теперь не можем остановиться, потому что хочется внести свой какой-то вклад. В деревне Коробова завершилась первая смена англоязычного лагеря Be Happy. Дети, которые были сильного уровня, мы смогли их выправить грамматику, произношение. Члены общественной палаты Ленинского городского округа инициировали рейд по проверке работы точек летней торговли. Обращали внимание на санитарное содержание нестационарных объектов, наличие необходимых документов и качество сезонной продукции. Вместе с общественниками в инспекции участвовала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. Общественная палата Ленинского городского округа. Хотели бы, соответственно, с вами пообщаться с точки зрения существуемой в вашем деятельности. Сезон летней торговли в разгаре. На прилавках овощи, ягоды, фрукты. Но так ли они свежи и безопасны для здоровья потребителей. Чтобы это выяснить, представители общественной палаты муниципалитета вышли в рейд. Посетили несколько нестационарных объектов в шестом микрорайоне. В одной из функций общественной палаты деятельности является как раз общественный контроль. Мы понимаем, что сезон торговли у нас ежегодно развивается. Соответственно, вот проявили инициативу наши коллеги для того, чтобы, соответственно, посмотреть, кто на каких основаниях, где работает, чем торгует, все ли соответствует требованиям потребителей и законодательства. Внимание обращали на документацию. Наличие разрешений на торговлю, книг, жалобы, предложений, медицинских справок у продавцов. Попросили реализаторов как можно чаще перебирать товар и избавляться от порченной продукции. За чистотой, каждую минуту следим за этим, чтобы люди были довольны. А люди и правда довольны. За время проведения инспекции общественники успели пообщаться с покупателями, которые рады наличию таких сезонных точек торговли. Это очень круто. Это лучше, чем где-то в магазине покупать в той же самой пятерочке. Это можете выразить, если хотите. Это очень даже свежий продукт. Мне очень нравится. Помимо всего прочего, члены общественной палаты обращали внимание на внешний вид торгового объекта. Чистоту вокруг, стабильность самой конструкции, дизайнерское оформление. Мы сегодня увидели, в принципе, порядочные точки. С года в год мы приводим это в соответствие. Общественная палата работает. Общественный контроль, жители. Потому что по инициативе жителей, естественно, мы выходим. Мы и сами, конечно, много чего видим. Но уже и в этом году мы видим, что они не выходят за зону торговли. То есть они все находятся внутри. У них уже есть все необходимые документы. И уголок потребителя, и товарные накладные, и патенты. Как отметили общественники, нарушения были, но незначительные. Дали предпринимателям определенный срок все устранить, после чего намерены организовать повторную инспекцию. Юлия Поголясьян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. ВиднетВ. Внести свой вклад в экологию может каждый человек. Именно с таким девизом появился проект «Видное за раздельный сбор отходов». Слово Екатерине Коваленко. Расслабляйтесь по максимуму, призывают волонтеры экологического проекта «Видное за раздельный сбор отходов». Существует он уже шесть лет. И за эти годы, благодаря стараниям волонтеров, тонны ненужных вещей подверглись переработке. Мы принимаем разные фракции, то есть разные виды вторсырья, несколько видов пластика, несколько видов макулатуры, металл. Все это можно сдать для того, чтобы оно было в дальнейшем переработано. Не попало просто на свалку, не лежало там бесцельно, а принесло еще пользу миру. Всего более 40 пакетов для различных видов мусора, металл, бумага, тетропак, электрохлам. Список огромный. Такая щепетильная сортировка позволяет переработать даже самые маленькие вещи. Волонтер Александр Ярцев говорит, что всегда задумывается, прежде чем что-то выбросить в мусорное ведро. Сначала это сложно, сначала не видишь в этом совершенно смысла. Потом втягиваешься, привыкаешь, без этого уже не можешь. Все пластиковое, что раньше летело в контейнер, сейчас моешь, откладываешь, сушишь, сортируешь, приносишь. В Гульшат Закирова на сортировку привезла пакеты, которые заняли пол багажника. Женщина признается, что дело это трудоемкое и забирает немало сил. Дело в том, что это уже появилась такая привычка, которая уже много лет. Честно говоря, уже надоело сортировать, между нами говоря. Но теперь не можем остановиться. Потому что хочется внести свой какой-то вклад, хоть хотя бы каплю. Какие же товары получаются в результате переработки? Да практически все – одежда, игрушки, канцелярские принадлежности, спорттовары, бутылки и упаковка – обретают вторую жизнь благодаря грамотной работе с отходами. И внести в нее свой вклад может каждый из нас. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Здесь все, как в обычном детском летнем лагере. Только вот общаются ребята исключительно на английском. В деревне Коробово весело и познавательно завершилась первая смена англоязычного лагеря Be Happy. С 8 утра до 10 вечера говорить только на английском. Это главное правило отдыха ребят, приехавших в летний загородный лагерь Be Happy в деревне Коробово. Его основатель Ирина Фролова, работающая по собственной авторской методике, уверена, именно такое полное погружение в язык дает максимальные результаты. С базового уровня дети начали реагировать, отвечать, слышать речь. Дети, которые были сильного уровня, мы смогли их выправить грамматику, произношение. То есть каждый действительно получил здесь очень хороший результат. Наш лагерь даже неделю – это примерно 4-6 месяцев обычных занятий. Загородный лагерь открылся только этим летом. Мальчишки и девчонки с 7 до 12 лет с базовым и продвинутым уровнем языка провели здесь незабываемые две недели. Утро у нас начиналось с разминки, дальше у нас был завтрак, потом у нас были спортивные игры. И все время мы общались на английском языке. Каждый день по 30 минут была отдельная практика с базовым уровнем и с продвинутым уровнем. Именно где мы садились и общались, и методически выводили детей на результаты, исправляли их ошибки. Ребята за время пребывания в лагере поучаствовали в различных квестах и мастер-классах, игре по мотивам шоу «Форт Боярд». Но, увы, пришла пора прощаться. Торжественное закрытие первой смены открыла подготовленная ребятами сценка на английском. Ребята показали, чему они научились за время пребывания в лагере. Поучаствовали в химическом шоу от профессора, где, например, с помощью сухого льда готовили мороженое и замораживали кукурузные палочки. И буквально держали огонь на ладони. Девятилетний Иса Мамедов в клуб «Би Хэпи» с удовольствием ходит уже несколько лет. Тут интересно. Мы много играли. Также еще мы нас учили. И много чего интересного. У них хорошая кухня, у них много развлечений. Прекрасное место. Мне самой очень понравилось, честно говоря. Я бы сама здесь с удовольствием осталась. Единственный минус, есть минус, конечно, что мало. Очень мало времени. Две недели мало. Я бы с удовольствием оставила бы еще больше внука своим. А вот Василиса Михеева попала в англоязычный лагерь почти случайно. По совету знакомой. И ни разу не пожалела. Мы играли в спортивные игры. Гуляли на свежем воздухе. Еда была очень вкусная. Заметно, как в первый день она подбирает слова, какой-то барьер, страх, стеснение. А потом уже чем ближе к концу занятия, то есть это проходит и уже легче. Ребенок даже вот мы здесь всего пять дней, сегодня пятый день. И уже вот этот барьер уходит. И ребенок начинает быстрее реагировать на вопросы на английском. Be Happy – это клуб для школьников и дошколят. И англоязычный детский сад полного дня, который работает в Видном уже четыре года. В сентябре планируется открыть также англоясли. Ну а загородный лагерь скоро откроет свои двери перед новыми учениками, желающими провести лето весело, интересно и с пользой. Екатерина Борисова и Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Полюбившаяся видновчанам универсальная ярмарка вновь открылась у кинотеатра «Искра». Среди разнообразных товаров каждый найдет что-то по душе и кошельку. Легкая одежда из натуральных тканей, женские сарафаны, платья и майки, мужские рубашки и футболки – то, что нужно жарким летом. В павильонах ярмарки представлены и яркие модели с принтами, и базовые однотонные вещи. Здесь каждый найдет, чем дополнить и разнообразить свой гардероб. Предлагаю покупателям одежду для дома, для отдыха, платья, в которых можно ходить на работу. Значит, производство Турция, производство Россия. Россия шьет из импортных тканей, лекала потрясающие. Вот каждое платье одел и пошел, как будто бы шили строго на вас. Вот также представлено нижнее белье, ткани все натуральные, дышащие, комфортные. Самое главное преимущество – то, что они очень долго служат покупателю, не теряют форму, не деформируются, не теряют окраску. И в то же время те, кто купил, чувствуют в них себя очень комфортно, уютно. На ярмарке можно обновить гардеробы для себя и для ребенка. Качественные костюмы, шорты, футболки и майки выдержат детские игры и шалости. Одежда не только привлекает взгляд, но и служит несколько сезонов. Поэтому многие покупатели возвращаются сюда снова и снова. Выбрала вот школьную форму, там юбочка, ну костюмчик получается, очень понравилось, по качеству даже понравилось. Я уже до этого брала у них, тоже вот на маленькую брала, племянница брала, вещи очень понравились по качеству и по цене, очень довольны даже. Также на ярмарке представлен широкий ассортимент обуви для детей и взрослых. Легкие, удобные босоножки на жаркое лето или комфортные кроссовки на прохладные вечера. Продавцы подберут товар на любой случай и размер. Кроме того, здесь можно приобрести товары для дома. Посуда, бытовые приборы, текстиль, декор специально для видновчан – все самое необходимое собрано в одном месте. На нашей ярмарке представлены все, везде, вот в любом у нас бутике хорошие товары. Все достойные, на самом деле. Здесь в моем представлены полотенце и постель и тюль. Это производство наше и производство Турции здесь. Состав везде очень хороший. Если вот у меня уже дважды я у вас здесь, третий раз, кто брал, все довольны. Ярмарка – это еще и отличная возможность порадовать себя и близких деликатесами со всех уголков страны. Натуральный алтайский мед разных видов не только станет прекрасным дополнением к чаю, но и принесет пользу здоровью. Свежие фрукты и овощи помогут покупателям почувствовать лето на 100%. А орехи с юга России – это отличный и, главное, вкусный источник витаминов и минералов. Кроме того, на ярмарке представлены десятки видов фермерского мяса и колбас. Здесь есть все необходимое для полезного и вкусного ужина. Попробовать и приобрести продукцию ярмарки можно до 3 июля. Павильоны открыты с 10 утра до 7 вечера. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Площадка перед входом в кинотеатр «Искра» каждый вечер превращается в поле азартных баталий. Мероприятия, в которых может принять участие любой желающий, организованный клубом настольных игр «Мипл». И объединяют поклонников этого занятия. Инициативу поддержало руководство видновской дирекции киносети. Шахматы, шашки, монополия – вот с чем у большинства ассоциируются настольные игры. Но этот мир намного разнообразнее и сложнее. Убедиться в этом можно, посетив неформальное мероприятие у «Искры». По словам участников, несмотря на сложные правила, новички довольно успешно осваивают стратегии, хотя непосвященному человеку задания, которые должны выполнять игроки, покажутся весьма замысловатыми. Вы можете выполнить особое действие охоты, даже если вы выложили на него жетон выполненного действия. Да, собранение. Нанесите одно повреждение героя и выложите жетон. В этот раз участники на двух столах сражались в играх под названиями «Владыки Эллады» и «Плотина». Но вообще разнообразных настолок великое множество, а продолжительность партии может составлять от 20 минут до нескольких часов. Особенность этих игр в том, что наблюдать за событиями не менее интересно, чем принимать участие в баталиях. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.